Ей около 500 лет. Так, вот она. Так, верхушечка. Так, вот она. Это передний вход к ней. Так, вот она такая, церковь. Наша церковь опять. Что это, как темно? Так, вон какой хорошенький, старенький домик. Тут прямо рядом с нами, в нашей Киотане. В Киотане не так много старых домов. В машину поехала. Вот такой хорошенький, маленький домик розовенький. С садиком. Англичане терпеть не могут жить в больших домах. Мне одно непонятно. У них население по плотности примерно такое же, как в России. Взять хотя бы Лондон. В Лондоне 10 миллионов. В Москве 9. По размеру Лондон. Ну, как раз вот на этот миллион чуть больше Москвы. И вот понять я никак не могу. Как же они живут в отдельных домиках? У них такого нет, что кто-то там в коммунальной квартире жил, или даже, что была одна-одинственная комната у человека. Понять никак не могу. Как же они селят? Высоких домов почти нету. У всех вот такие домочки найдут. Не ясно мне. Ну, какой хорошенький домик. Как у меня в таком бы жить, а? Кафак. Остает кусочек. Лисочек небольшой. Так, это мой велосипед. Вон-то какие-то странные вечно зеленые деревья. Так, и в этом лесочке очень много животных. зайцев, белок и этих пазанов, птиц. Я хочу попробовать их сегодня заснять. Не знаю, получится ли у меня что-нибудь. Потому что они разбегаются. Боятся людей. Хотя со мной на днях в этом лесу как раз белка играла самостоящим образом. Я сидела, вот тут как раз сидела, читала. И вдруг я слышу... Я не обратила внимания. Думаю, мало ли кто. Думала, птица какая-то. А это все дольше и дольше, дольше и дольше. Потом подняла голову. Смотрю, белка. Ну, чуть я голову подняла, она сразу от меня убежала. То есть явно хотела поиграть. Так, ну где тут кто? Вся живность разбежалась. Надо, наверное, подождать. Живность! Где вы? А вот это вечное зеленое дерево только посадили. Вот его в такую вот штуку вставили. Вот там вот дерево вот оно провевает. Оно будет вот таким же, как будто большое. А он те, которые я снимала. Я думала, это лавровое дерево, но нет. А что-то другое. Не зверюшек, так хоть с норой засниму. Вот зайчий нора. Зайчики попрятались. Не хотят зверки сниматься. Они, вот если ты замрешь, они, может быть, не пророкируют. Но чуть-то рукой шевельнешь, чтобы даже камеру взять, тут же разбегаются. Причем в довольно-таки большом расстоянии. Не дают они себя снимать. Инстинкт, наверное, у них. Ну, может быть, боятся, что это ружье. И здесь стреляют охотники. Стреляют в зону фазанов. Один раз даже мне вот там сказали, что-то я не ходила в какой-то лес, потому что там стреляют. Но они, правда, стреляют только по определенным дням. Ну, что может быть. Тьфу, дралгад. Ну, вот прям вот сидел, рядышком пришел сюда заяц. Вот доставал этот вот, и он драл. Хочу знать, в нору, кажется, бежал. Такой жирный сидел. Ну, заяц, ну чего ты не хочешь сниматься? Я же не собираюсь тебя стрелять. Теперь надо будет другого караулить. Может, белки придут. Может, мой велосипед их отвлекает. Белка. Опять удрала. Да что же они сниматься не хотят? Была же ведь здесь. Ну, вот она, вот она. Подрала. А, сазан полетел. Сазан, эти вытирают. Так, брат не хочет никто снимать. Вон она не знает. Сейчас, мам, вот грибы. Другой пакет грибов. Ну вот мы набрали. Вот сколько мы грибов набрали. Целый из пакет. Целый из пакет. Это сыроежка. Да он еще. Такой огромный. Сыроежка. Борис, я не хотел брать. Сочной огромный. Да, и вот эти сыроежки. Так, все, вы. Так, все, не переводи, пожалуйста.